На минувшей неделе в Славянский район прибыла делегация Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Специалисты различных управлений Министерства побывали в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах нашего района. Делегация Министерства сельского хозяйства Краснодарского края прибыла в Славянский район с целью объехать хозяйство, расположенное в сельских поселениях. Так, в Анастасиевском поселении находятся довольно крупные сельскохозяйственные предприятия, которые играют важную роль в экономике района. Одно из таких – крестьянско-фермерское хозяйство «Хачатуров». На территории общества с ограниченной ответственностью «СлавАгро» Николай Хачатуров содержит крупный рогатый скот – 260 голов. Из них – 130 дойных коров. На территории крестьянско-фермерского хозяйства расположен собственный цех по переработке и производству молочной продукции. «От пеленка до молока все производится здесь, здесь это все перерабатывается и отправляется в Роснодар, здесь супермаркет оставлюсь. Корма производим на полях, поля у нас в аренде в администрации Краснодарского края и Субари». Крестьянско-фермерскому хозяйству «Хачатуров» необходима помощь по земельным вопросам. И представители министерства обещали разобраться с ними на краевом уровне. Рядом с хозяйством имеется пустующая земля. Фермер готов увеличить поголовье и расширяться. Далее делегация отправилась в личное подсобное хозяйство Олега Чернявского. Он совместно с крестьянско-фермерским хозяйством Щербаков на собственных земельных участках построил теплицы площадью до 5000 квадратных метров. Выращивают огурцы, помидоры и перец. Олег Чернявский планирует до конца 2016 года расширить площади теплиц свыше 5500 квадратных метров, тем самым увеличив производство овощей на 27 тонн. Приятно удивил представителей министерства сельского хозяйства общество с ограниченной ответственностью «Ландшафт». Они отметили высокую культуру земледелия на этом предприятии. Начинали мы 9 лет тому назад, купили землю здесь у пайщиков. Тут был сад, отделение 6-е колхоза «Путь коммунизма», потом стал аспектом. И заработали деньги на продажу средств защиты и решили заниматься сельским хозяйством. Поскольку я в основном занимался садоводством, решил заниматься садоводством. Здесь было отделение садоводческое, мы раскорчевали старый сад, выровняли территорию. И с 2009 года мы начали сажать первый сад. У нас персик, работаем мы с итальянцами. Оттуда привезли персик, посадили персик. С сад гиганта купили сливу, посадили сливу. В 2015 году предприятие «Ландшафт» построило фруктохранилище вместимостью 150 тонн. В текущем году планируется установка линии для сортировки и упаковки плодов. Сегодня есть вопросы по приобретению городобойной сетки. Михаил Тимофеев, заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края, обещал рассмотреть этот вопрос и по возможности помочь с субсидированием. Славинский район традиционно занимает лидирующее место в рисоводстве, достигая большой урожайности. Передовое предприятие – агрофирма «Приволье», которое также посетила краевая делегация. Сергей Логошин, директор предприятия, рассказал, что до 2020 года планируют увеличить площади рисовой оросительной системы на 160 гектар путём реконструкции бывших орошаемых участков. При реализации данного проекта валовые сборы риса увеличатся на 1200 тонн. В завершении объезда специалисты отметили высокий уровень организации производства в Славинском районе. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин